Среди знакомых много примеров, где жены после свадьбы плохо отзывались о мужьях. Это и пугает. Хочется, чтобы мой мужчина был всегда самым лучшим. Ваш мужчина будет всегда самым лучшим, если вы всегда будете относиться к нему как к самому лучшему. Я могу сказать так. До того, как мы поженились, очень многие, многие мне говорили о том, что да ты что, нужно найти себе с миллионера, с квартирами, машинами, дачами и так далее, чтобы у него уже в свои 20 лет было все. Зачем тебе студент? Тебе это не нужно. Ни в коем случае не поддавайся на это. И у меня была четкая уверенность, что, во-первых, семью нужно начинать на каких-то равных правах. Не знаю, у меня эта уверенность сидит, наверное, по сей день, что все-таки должно быть так, чтобы в семье было, чтобы семья добивалась всего вместе. Конечно, если есть уже что-то до брака, безусловно, это прекрасно, это замечательно, восхитительно. Но если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Мне кажется, что здорово, когда молодожены и семья приходят к чему-то вместе, потому что ценится это больше. Когда вместе заработали на свою первую квартиру, когда вместе купили свою первую машину, когда вместе открыли какой-то бизнес, когда вместе провалились и сгорели на этом бизнесе и открыли другой бизнес, Когда и на другом бизнесе тоже прогорели, открыли следующий бизнес. Вот это, мне кажется, это путь, и это очень сильно укрепляет, мне кажется, отношения, укрепляет брак, поэтому я думаю, что начинать нужно вместе, идти вместе, вместе, вместе. Ну а тем людям, которые мне говорили о том, что я когда-то, что я делаю неправильный выбор, что мне нужен миллионер, миллиардер и так далее, вы знаете, я могу сказать, что сейчас они мне пишут и спрашивают, нет ли у моего мужа брата, но брат уже женат, брат уже женат. А я в свою очередь всем всегда говорила о том, что, дорогие мои, поверьте, в свое время вы мне еще будете завидовать, потому что такого, как он, больше нет, он один-единственный, самый лучший, неповторимый, и по сей день я так считаю, что это единственный человек, который просто самый лучший в мире, во вселенной, и лучше его нет. И если вы так будете считать, если вы будете ему об этом говорить, если он будет себя рядом с вами чувствовать таким, ему будет хотеться делать для вас чуточку больше, чем он делает, наверное, ежедневно, ему будет хотеться делать вас счастливой, ему будет хотеться делать так, чтобы вы улыбались. А остальные, те злопыхатели, которые считают, что он может измениться, что он недостоин или еще что-то, они в свою очередь скажут вам о том, что, как же я была неправа, или как же ты была права. Поэтому мужья меняются только в том случае, когда жена начинает клевать, когда жена начинает говорить о том, что, что, я не поняла, не поняла, почему ты вот тебе ехать там от работы час, почему ты приехал там на три часа позже. Вместо того, чтобы улыбнуться и встретить его, и чтобы он подумал о том, что, слушай, как хорошо дома, да я быстрее домой побегу, зачем мне там, я не знаю, тратить время там на то, чтобы пообщаться там с друзьями или с кем-то с работой, я лучше побегу домой, потому что меня там ждет тепло, уют, комфорт и понимающий человек. Поэтому все зависит от вас. Повторюсь еще раз, действительно, очень многое в семейных отношениях зависит в том числе и от женщины, прежде всего от женщины. И мужья, просто так, в очередной раз скажу, плохими не становятся. Что-то, значит, вы делаете не так. Корнева Ирина.